День за днём Мошенничество в Ярцевском районе В целом удовлетворительно я оцениваю работу своего коллектива и привлечённых организаций Завершается весенний месячник по уборке в городе Я писала стихотворение о моём питомце, моей кошке Литературный праздник в Доме детского творчества 26 апреля исполняется 32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС В Десногорске возле памятника жертвам радиационных катастроф состоялся митинг Сказать слова благодарности и выразить признательность ликвидаторам К памятному знаку пришли руководства города, представители администрации, общественность, ветераны, школьники и простые жители Взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС отозвался болью сердца каждого человека И с каждым годом мы всё больше осознаём настоящие масштабы этой трагедии Несмотря на пройденные годы, мы будем вечно помнить их подвиг и то, что они сделали для спасения всего мира Жизнь продолжается И этим мы обязаны тем, кто своими телами закрывали нас от страшной беды Их подвиг навеки записан в летопись человеческого мужества Первыми в тот страшный апрельский день 1986 года на ликвидацию последствий аварии из Десногорска Отправились пожарные, военнослужащие, врачи, водители, строители и гражданское население В данный момент у нас в городе проживают около тысячи ликвидаторов Их объединяет память о тех днях Это братство носит название Чернобыльское Каждый из них помнит товарищей, большинство которых уже нет В завершении митинга память о них почтили минутой молчания И возложили цветы, венки к монументу А в небо выпустили белые воздушные шары Глава региона подписал постановление об увеличении величины прожиточного минимума в Смоленской области 17 апреля за первый квартал установлена величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 9884 рубля Что касается разделения по основным социально-демографическим группам Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 10 601 рубль Для пенсионеров 8 184 рубля И для детей 9 796 рублей В Ярцевском районе сотрудники полиции раскрыли мошенничество при размении денежных средств Житель Москвы подозревается в так называемом подломе купюр Благодаря которому он завладел денежными средствами в сумме 34 тысячи рублей В Ярцевском районе в полицию поступило сообщение от оператора автозаправочной станции о хищении денежных средств По указанному адресу прибыла оперативно-следственная группа Выяснилось, что к заявительнице обратился один из посетителей с просьбой разменять мелкие купюры на крупные Позднее она обнаружила недостачу в 14 тысяч рублей Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения На них было зафиксировано, как злоумышленник совершил так называемый подлом купюр Который не заметила потерпевшая и передал ей только часть банкнот Полицейские установили также, что этот же мужчина причастен к аналогичному мошенничеству в Смоленске Сотрудники уголовного розыска установили, что двое жителей Москвы, воспользовавшись услугами такси, приехали в город Смоленск На обратном пути подозреваемый, мужчина 1977 года рождения, совершил преступление в помещении автозаправочной станции на территории города Ярцево В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность злоумышленника к мошенничеству, совершенному аналогичным способом в Смоленске В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса мошенничества Всего сумма ущерба составила 34 тысячи рублей Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет На Смоленщине подвели итоги операции «Скорость». Всего за неделю на территории области выявлено почти 3000 нарушений правил дорожного движения Почти половина из них – это превышение скорости В Десногорске дорожной полиции выявлено 70 нарушений В зависимости от границ превышения установленной скорости, слишком торопливые водители будут оштрафованы, либо лишены права управления транспортным средством Коммунальные службы первыми включились в работу по очистке общественных территорий города Работы велись под постоянным контролем руководства На финишной прямой перед общегородским субботником время подвести итоги В Десногорске дважды в год традиционно проводятся месячники по очистке дворовых и общественных территорий В них принимают участие коммунальные службы, коллективы предприятий и организаций и просто жители нашего города Предприятия коммунальной службы и благоустройства подошли к праздничной неделе с определенными результатами Практически заканчивается месячник по санитарной уборке города И вы нас застали при выполнении нашей ежедневной работы Каждый день мы, ну, каждый на закрепленном участке работает А сегодня мы собрались с бригадой Ну, помогают еще и другие наши профессии участвовать в субботниках САЭС там и САЭС сервиса вместе они Вот, Атомтранс, Малая механизация, Десна ТВ Вот, буквально вчера они тоже большой объем работы выполнили Вот, газон большой на детской площадке у ЖКХ привели в порядок Ну, в целом удовлетворительно я оцениваю работу своего коллектива и привлеченных организаций В течение всего месяца руководители администрации, комитета по городскому хозяйству и управляющих компаний Проводили рабочие рейды по территориям микрорайонов Чтобы отслеживать ход проведения работ по уборке и благоустройству Большой объем работы проведен То есть мусор мы практически весь убрали Песок с дорог убрали, газоны убрали Сейчас у нас завершающий этап Сейчас проводим ремонт и покраску малых форм 26 апреля при обходе наших территорий глава города сделал нам замечание, которое мы сейчас устраняем Замечание несущественное Одно из замечаний это уборка дороги, проезжей части возле 18 дома, стоянка Мы уже убрали И другое замечание это уборка песчано-соляной смеси после зимы возле вот этих балконов, мест хранения Это мы сейчас этим будем заниматься 28 апреля десногорцы примут участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» Чтобы наш город встречал майские праздники чистым и красивым 25 апреля в Доме творчества Десногорска прошел литературный праздник «Лишь слову жизнь дана» Этим мероприятием завершился творческий конкурс Подробности в нашем сюжете У нас в городе это уже третий литературный конкурс Проводился он в школах с января этого года Участие принимали 34 школьника с 5 по 11 классы По условиям творческого соревнования Конкурсанты должны были представить стихи, сказки, рассказы и статьи собственного сочинения Цель этого конкурса – выявление одаренных детей, талантливых детей Которые проявляют свои способности именно в литературном творчестве У нас конкурс проходил по двум номинациям – журналистика и словесность И дети должны были представить в рукописном виде свои сочинения Это могло быть в жанре стихотворения или в прозе А в номинации журналистика они предоставляли публицистические статьи Номинацию участники выбирали сами Главное, чтобы произведение было неординарным и интересным Я представляла две работы Одну в журналистике – это что такое счастье И одну в словесность – это братья наши меньшие Я писала стихотворение о моем питомце, о моей кошке Призеры и победители в своих номинациях были отмечены дипломами лауреатов А все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки А сейчас новости о спортивной жизни нашего города Два дня – 21 и 22 апреля в спортивном зале «ФОК» Десна проходил личный чемпионат Смоленской области по бандминтону В соревнованиях приняли участие команды городов Десногорск, Вязьма и Смоленск Всего 38 спортсменов Было сыграно 146 игр в 7 категориях Десногорские спортсмены показали высокую результативность как в одиночных, так и в командных зачетах Еще одно спортивное событие пройдет в Десногорске 28 апреля Детская юношеская спортивная школа приглашает десногорцев в 11 часов на торжественное открытие 23-го турнира подзюдо Посвященного памяти мастера спорта Николая Савинича Входное мероприятие «Свободный» Спасибо за внимание! До свидания!